Это дворец спорта Рамазан. Но не о спорте мы ведем речь. Речь о нашей жизни, в которой есть место и спорту. Не каждый понимает, но жизнь дана нам один раз. Один. Так ее надо прожить с удовольствием и верой в Бога нашего. А теперь я вернусь к тому, без чего человек существовал. Но в 99% случаев он не мог обходиться. Это сладость наша. А во дворце спорта Рамазан вам представлен отличный мед с пасеки. К слову о том, когда нужно думать о здоровье. Вот как только юность заканчивается, стоит, а может и раньше. Я начал здоровьем заниматься через 9 лет. В конце 39-го года жизни. А теперь вопросы здоровья нации, и это каждый день. Про мед мы сегодня говорим. Давайте все-таки определимся, что с медом я начал хорошо знакомиться не так уж и давно. Мягко говоря, после моей дивной операции. Если бы не пчелы, то вы бы меня здесь не видели. Да, с моей операцией живут год и три месяца. После того, что я посмотрел, и естественно, понимаете, в чем идет речь? То есть мне сейчас 48 лет. Но именно на этом возрасте и перед этим возрастом я начал конкретно смотреть и читать про заболевания. Потому что я хочу, чтобы я прожил максимально долго этим, чтобы вы тоже занимались. Конечно же, мне было интересно, потому что только вкусами пчел я поправил свое состояние души. Почему это нужно было? Я посмотрел, один товарищ, или, по-моему, все-таки это был Альберт Эйнштейн, так сказал, что если пчел не будет, мы своим существованием не будем никому, ничем обязаны. Потому что давайте все-таки вспомним человеков наших, меня, вас, да и всех остальных. А еще давайте вспомним людей, которые были немножко чуть-чуть раньше нашего. И вспомним наше создание. То есть человечество живет всего 10 тысяч лет, всего лишь. Мы даже рядышком с динозаврами рядом не стоим. Естественно, мы всегда хотели сладкое. Всю жизнь же хотели сладкое, да? И всегда мы ходили и брали мед. Ну, кому-то было не очень хорошо, но, тем не менее, мы всегда за ним ходили. А после этого придумали сахар. Вот, это вопрос действительно интересный. То есть сегодня и завтра, и послезавтра, да и вообще все говорят, что сахар это не очень хорошая вещь, поверьте мне. И для детей в том числе. И, естественно, я начал понимать, а почему бы и не мед? То бишь, обратите внимание, перед тем и после того я, естественно, вам покажу, что мед лечит все, год и до. То есть вы должны понимать, что если пчела, а пчела, она по сути событий, это история ее, история этой пчелы. Это практически тогда же, когда вылезли что-то из океана. Сначала все началось в океане, а потом пошло все это снаружи. То есть, понимаете, сколько лет история пчелы. Мы рядом с ней не стоим. Естественно, пчела воспитала то, что должно быть. Да, 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 да. То бишь, я честно вам так скажу. Ну, давайте все-таки отметем право-налево. Есть такая штука под названием тараканы. Они живут очень долго. Так вот, тараканы и пчелы, это все из той же оперы. То есть мы даже не понимаем, о чем идет речь. То есть тогда еще позвоночных-то и не было, но пчелы-то уже были. Понимаете, сколько лет истории. Естественно, все, что нужно, они дают вам. Главное, работайте с ними. Не убивайте их, это ваше дело. Почему мед, а не сахар? Вопрос к тому человеку, кто смотрит, читает и видит. Мы не доходим, но дойти надо. Сахар заменитель меда. Но сахар нас уничтожает. Опять не прокатывает. К сожалению, то, что нас губит, до сих пор продается везде. Курева, никакой алкоголь. Пестициды в продуктах, колбасы из ничего. Дальше не будем. Но обратимся к истории. Пока вы видите полезные свойства меда. К слову, об антибиотиках. Все вспоминают пенициллин. Но мед это первый и практически лучший антибиотик. В меде легко хранится все. Мало того, мед включает в себя все из истории человечества. Да, господа мои и товарищи, не доезжайте. История длинных, по сути, динозавров тоже. Как только животные вылезли из воды, вот откуда мед. Мед лечит практически все. Мед ремонтирует наши мышцы, а сахар их уничтожает. К слову про то, что мед это лучшее средство знали египтяне. Мумии бальзамировали в меде. Давайте вкушать лучшую историю, в которой жизнь, я имею ввиду существование человека, это всего 10 тысяч лет. Вы даже, я не буду ни о чем говорить, я не буду ни о чем говорить. Но, 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 но. Если даже бы это можно было бы делать, мне бы пришлось что делать? Сделать такую вывеску. А, это очень такая вкуснятка, реальная. В связи с тем, что я отказался от сахара как такового, сейчас я вам кое-что покажу. Посмотрите внимательно те сюжеты, которые вы раньше смотрели в ютюбе. Там вы видели человека хорошего, красивого, большого, с ног шибатого и замечательного. Весом 105 килограмм. Иногда был вес 110 килограмм. Сегодня сейчас в этом человеке вес 85 килограмм. Даже может, а, 83 килограмма. То есть я полностью отказался от сладкого. И где-то в июне месяце я скажу, сколько я съел за год. Ну, я, естественно, качаюсь, езжу на велосипеде. Мне это нравится, да и всем это нравится. И я, естественно, перешел сегодня и сейчас на эту дивную составляющую мед. К слову о том, что здесь есть не просто мед, а есть еще и мед в суспензиях. То есть добавляют сюда прополис и все остальное. Кому-то это нравится, почему нет? То есть без разницы. Вы можете брать себе очень... О, с прополисом. Вот это да. Прополис это вообще вещь очень хорошая. Реальная. Но есть тут еще мед с пиргой. То есть давайте все-таки определимся, что не медом едины богаты пчелы. Все, что есть вместе с пчелами, все это нам абсолютно точно необходимо. Насчет прополиса сейчас расскажу. В свое время я очень сильно на мотоцикле холызнулся, понимаете? И очень все долго не заживало. Но поскольку я нашел жидкость такую, с прополисом все зажило очень-очень быстро. Понимаете? Понимаете, о чем я беседую? То есть вы даже не думайте. Это просто пчелы. Аперга. Милое дело. О, да. Я сейчас продемонстрировал, есть мед, который засахаривается. Только по нормальной его линии. Не надо ничего не говорить. Я вам продемонстрировал мед, который не засахаривается, он медомиксы. То же самое. Выбирайте, пробуйте и понимаете результат. И самое главное, что есть еще и мед, который вообще. Вот обратите внимание. О, вот видите, он сам течет. Да, 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 да. Я вам объясняю. Нельзя просто говорить пчелам, кушайте одну вещь. Нет, не обязательно. Мы же тоже кое о чем знаем. Естественно, кое о чем. И это есть специалисты, которые работают в Ледовом дворце Рамазана. То есть эти специалисты знают то, что вам необходимо. Пожалуйста, разнотравие, акция, таежный мед, боярышниковый, казачий, шиповник, донный мед. Я не смогу это все перечислить, но в любом случае, если даже какие-то проблемки у вас возникли, я бы вам все-таки посоветовал кушать мед. К слову о том, что я недавно узнал, естественно, что нам всем необходимо какао. Да. Какао таковое мне не сильно как бы нравится, ну его разводить надо, да. Но по цене, естественно. Во-первых, оно дешевле. Во-вторых, какао для нас это идеальный вариант. И я, знаете, что придумал? Я беру 2 столовые ложки меда и развожу в них какао. Получается вот такая вкуснейшая штука. К слову о том, что я вам говорю, а вы пробуйте. И давайте все-таки определим вопрос. Если мы работаем и живем для продолжения нашей жизни, то я бы все-таки советовал есть то, что дает нам природа. Природа нам дает мед. Так что кушайте его на здоровье. А к слову о том, да и вообще, я не против этого дела. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы у каждого на садовом участке стояли пчеловодческие вещи. Кто-то не сможет этого сделать. Тогда сюда. Дворец культуры, дворец технии, дворец спорта Рамазана. Ну, если у вас не получается, остальные могут и это сделать. Потому что еще раз напомним вам то самое событие. Когда закончатся пчелы, тогда закончится человеческая жизнь. Вам кажется, сахар заменитель меда? Нет, неправда. Просто человек обленился, что ли? Посчитайте по килограммам. К слову, меда есть много не надо. 10 чайных ложек, не более того, для взрослого человека в день. То есть, норма, 2,5 литра воды. И те же чайные ложки. Либо это чай, либо какао, либо кофе. К слову, в меде вы можете сами растворять малину, клубнику и даже апельсины и персики. Все это растворяется в меде и служит в сотни раз дольше хранения в холодильнике. Я про орехи молчу. Кушайте продукты от земли с благодарностью тому человеку, кто продает вам мед. И не за дорого. Во дворце спорта Рамазан.